Бизнес или благотворительность. Снял дом, поселил престарелых родителей и еще нескольких пожилых людей. Без договоров, но за деньги. А потом короткое замыкание, пожар, смерть. Уголовное дело. Не первое в нашей стране. И причина каждой трагедии не случай. Владислав Беляков подробно. Огонь в частном пансионате для престарелых в Красносельском районе вспыхнул поздней ночью. Площадь здания почти 300 метров. Спастись смогли пять стариков и сиделка с сыном инвалидов. Три человека заживо сгорели в огне. Погибли Рахим и Раби Гавалеевы. Почти полвека прожили душа в душу. Когда Рахим понял, что не может вытащить жену из огня, женщина не могла ходить из-за перелома. Принял страшное решение. Можно сказать, что остался в горящем здании, чтобы не оставаться одному без нее. Потому что все ходячие престарелые покинули жилой дом и остались, собственно говоря, живы. Пансионат для стариков организовал Салават Муртазин, сын погибших в Алиевых. Он перевез родителей из Твери, поселил в доме престарелых. Но что-то не устроило. Тогда он арендовал дом недалеко от Красного села. Забрал родителей, потом поселил еще пятерых пенсионеров. Это даже в мыслях не было делать это частным пансионатом. Это было все на человеческих отношениях. Все это было по дружбе. И даже соседи громко озвучивали в суде о том, что они думали, что там живет большая татарская семья. Договоров с родственниками пожилых людей Муртазин не заключал. Но деньги от них получал регулярно. А заодно избавил себя от любых проверок и необходимости соблюдать обязательные для таких учреждений нормы. Ведь его пансионат не был зарегистрирован. При этом супруга предпринимателя считает, что это и не бизнес был вовсе, а чуть ли не благотворительность. Все средства по уходу, подгузники, присыпки, это все очень затратное. И сам дом, аренда дома, это тоже немалая стоимость. Прибыли не было никакой. Был только убыток. Мы вкладывали свои деньги только для того, чтобы все было комфортно старикам. После смертельного пожара Салават Муртазин стал главным обвиняемым по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие выявило массу нарушений не только противопожарной безопасности, но и санитарных норм. Срок грозил до 10 лет. Красносельский суд назначил мужчине 3,5 года колонии общего режима. Но защита даже с таким наказанием не согласна. Если можно и говорить об оказании услуг хоть каких-то, то это только одному человеку, не Иванне Абрамовой, которая погибла в этом пожаре, потому что ее родственники платили деньги за содержание ее в этом доме. Внучка Абрамовой, которая погибла вместе с родителями, претензий не имеет. Мы заключили мировое соглашение, вплоть до того, что она хотела подать заявление о прекращении уголовного дела. На полгода меньше получила единственная сотрудница пансионата Елена Тайнолюб. Правда, с отсрочкой исполнения, пока ее сыну 14 лет не исполнится. Семья Салавата Муртазина почему-то считает, что если бы не его брат, который подал иск о возмещении морального вреда, то мужчина и вовсе не сел бы в тюрьму. Остаются жертвами родители мужа. Появляется родной брат мужа, который не принимал участия никакого ни морального, ни финансового в жизни родителей. И подает иск в 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Судебная практика по делам о пожарах в домах престарелых, к сожалению, обширна. За два года в России произошло как минимум три страшных пожара в домах престарелых. В подмосковном городе Пушкино горели почти 500 квадратных метров. В здании было 48 человек, успели спасти всех. Тогда же в Кузбассе из-за небольшого пожара погибли четверо. В январе 21-го горел дом престарелых в Тюмени. Когда огонь потушили, нашли тела семерых стариков. Во всех случаях дела возбудили по такой же статье, как и у Салавата Муртазина. Максимальный срок до 10 лет. Сторона защиты подала апелляцию, чтобы добиться переквалификации на вторую, менее суровую, часть статьи о ненадлежащем оказании услуг. Владислав Беляков, Степень защиты.